Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «День за днём». С вами в студии Алина Сазонтова. Смотрите сегодня в выпуске. Делегация из Десногорска приняла участие в молодёжном конгрессе Росатома. В Каужской области поисковики нашли останки солдат времён Великой Отечественной войны. Металлолом в обмен на счастье дочери. Благоустройство лесной сказки продолжается. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Завершился фестиваль «Золотой феникс». Главный приз гран-при кинофестиваля «Вриллиантовый феникс» присуждён фильму режиссёра Клима Шипенко «Салют-7». Картина основана на реальных событиях. Полёт к станции «Салют-7» в 1985 году считается самым сложным полётом в истории космонавтики. Также отмечены наградами и другие фильмы. «Собибор», «Танки», «Мифы», «Не чужие», «Ну здравствуй, Оксана Соколова». 11-й кинофорум завершён. Начата подготовка к следующему «Золотому фениксу». 29 августа в Санкт-Петербурге завершился первый молодёжный конгресс Росатома. В нём приняла участие и делегация, состоящая из молодых сотрудников предприятий «Десногорска». В течение трёх дней вместе с экспертами они работали над предложениями по развитию ключевых для отрасли направлений – наука, строительство, безопасность, новые бизнесы, цифровизация, корпоративная культура и развитие атомных городов. На Конгрессе они пообщались с руководителями отрасли в неформальной обстановке, посетили выступления экспертов, познакомились с передовыми российскими и мировыми практиками атомной отрасли. О своих впечатлениях о поездке участники поделились с руководством города и станции. На Конгрессе Десногорск представила команда из шести человек. Пятеро из них дискутировали на тему развития атомных городов. Денис Куролесов принял участие в секции строительства. Его рабочая группа занималась обсуждением аддитивных технологий. Наш проект был направлен именно на что? На сокращение рабочего времени, на сокращение трудозатрат на сокращение капиталовложений при проектировании и строительстве. Также был направлен со стороны безопасности. Интересным по своей творческой задумке выглядел проект развития медицины SmartMed. В условиях дефицита специалистов в сфере здравоохранения проект имеет большое будущее. Он направлен на создание телемедицины, использование компьютерных технологий для обмена медицинской информацией при городских клиниках и объединения их в общую сеть. Это уникальная возможность решить проблему нехватки узких специалистов на территории городов-спутников. В процессе беседы заместитель главы Александр Новиков предложил участникам объединиться и разработать общий проект для развития города. В этом его поддержали глава Андрей Шубин и заместитель директора САЭС Анатолий Терлецкий. Комитет по образованию приглашает десногорцев принять участие в ежегодной международной просветительской акции «Географический диктант». Принять участие в диктанте можно в режиме онлайн на сайте, который вы видите на экране своих телевизоров. «Географический диктант» пройдет с 11 по 15 ноября. В Калужской области на глазах нашей съемочной группы прошли археологические раскопки солдат времен Великой Отечественной войны. Подробности далее. Прошло уже немало десятков лет после того, как по территории нашей огромной страны прокатилась война. Эхо тех страшных событий до сих пор живет в болотных трясинах, заплывших окопах и огромных воронках. Под землей хранится память о жестоких сражениях и о судьбах сотен тысяч защитников Родины. В течение нескольких дней поисковые отряды из Десногорска, Рослаля, Смоленска и Сыктывкара принимали участие в поисково-разведывательных работах. Они разбили лагерь в районе урочища Краечики Куйбышевского района Калужской области. В настоящее время это место было малоизученным, однако поисковики, опираясь на исторические справки и боевые донесения, узнали, что в 43-м году в этой локации проходили ожесточенные сражения 10-й армии, 330-й стрелковой дивизии с фашистскими войсками. За неделю до экспедиции была проведена разведка в местах сражений, выполнен тщательный опрос местных жителей соседних деревень. Благодаря этой масштабной работе, а также используя георадары, поисковикам в первый же день удалось обнаружить останки одного из солдат. При бойце были найдены две противотанковые гранаты, детонаторы с отпечатками газеты на русском языке, каска, трофейная немецкая фляжка с водой того времени, личные вещи и коробочка для табака. Сергей Колпаков, поисковик отряда «За Родину», продемонстрировал личный знак, с помощью которого в последующем можно будет идентифицировать погибшего воина. «Обнаружили смертный медальон солдата. Вот сейчас мы его будем просто поднимать. Вот такие медальоны выдавали в 41-м году солдатам». Участникам поисковых экспедиций нужно быть готовым ко всему. К жизни в палатке, к приготовлению пищи на костре, долгим пешим переходам, к непогоде и работе в команде. Нужно четко понимать, что поиск – это не развлечение и приключение, а тяжелый труд, как физически, так и морально. «В отряд все приходят по зову сердца. И, наверное, не каждый человек решится свое личное время проводить в лесах. Но те, кто приходят, они четко понимают, зачем они пришли, что искать солдат погибших и заброшенных здесь в лесах. Это наш долг. И мы выходим в каждую экспедицию с надеждой как можно больше найти солдат, установить имен, найти родственников, сообщить о месте гибели их предков». «Настоящее патриотическое воспитание, оно здесь, на местах боев, где действительно ребята видят историю своими глазами, видят, как солдаты погибали. Это даже не из учебников школьных. Эту историю приходится трогать руками». В отряде «За родину» заведена добрая традиция. На месте обнаружения солдата на ближайшее дерево устанавливается красная звезда. Это сделано для того, чтобы увековечить место, в котором солдат провел последние минуты жизни. Раскопки продолжаются. Для многих поисковиков и краеведов это вопрос уже не только общий, но и личной истории. А сейчас криминальные новости. В Смоленске задержан мужчина, который ограбил чужой дом ради своего ребенка. Подробности далее. Сотрудники полиции в ходе патрулирования улиц дачного поселка услышали звук разбившегося стекла и проследовали в его направлении. Возле частного дома, в котором было разбито окно, они обнаружили неизвестного, который выбегал из жилища. В руках у мужчины находился металл. Полицейские задержали злоумышленника с поличным и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. Грабителем оказался ранее судимый 35-летний местный житель. Задержанный в содеянном признался. Похищенное изъято и возвращено хозяйке дома. Злоумышленнику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. «Если у вас произошла кража, незамедлительно сообщите об этом в полицию. До приезда следственной оперативной группы постарайтесь сохранить следы преступления. Не заходите в помещение, где побывали злоумышленники. Не трогайте вещи, которые находятся не на своих местах. Будьте внимательны и бдительны». При появлении на вашем участке подозрительных лиц незамедлительно обращайтесь в полицию. Ранним утром 6 августа в деревне Софьино Смоленского района при пожаре погибли два человека. Их тела обнаружили пожарные при разборе конструкции жилого дома. Личности мужчин установлены. Специалистами рассматривается несколько причин трагедии. Одна из основных – неосторожность при курении. Концерн «Росэнергоатом» и «Смоленская атомная электростанция» при взаимодействии с администрацией Десногорска оказывают благотворительную помощь детским садам города. Сейчас ведутся работы по благоустройству территории детского сада «Лесная сказка». Работы по замене забора детского сада начались в конце августа. Заведующая «Лесной сказки» Жанна Суханова отметила, что установка современного ограждения преимущественно направлена на защиту детей. «Это нужно для безопасности детей, для антитеррористической безопасности, для сохранения имущества нового игрового оборудования, которое мы тоже в рамках благотворительной помощи установили. Большую часть времени дети проводят на территории. Естественно, безопасная территория, новая современная территория, она очень важна для деток наших». Объём работ достаточно большой, необходимо установить более 100 метров забора. Монтаж ограждения выполняет смоленская подрядная организация «Широкий профиль». «Работа на самом деле трудоемкая, потому что тут будут ставиться столбы, дальше идёт у нас армировка, установка опалубки и заливка бетона». По словам подрядчиков, объект будет выполнен качественно и введён в эксплуатацию к концу сентября. На сегодня это вся информация. Всё самое актуальное и интересное вы можете найти на сайте desnadefistv.ru. С вами была Алина Сазонтова. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова